Когда обратила внимание на то, что там сумма на 10 тысяч выше, я говорю, а вы мне на 10 тысяч больше даете что ли? Ну и сказали, это страховка. Когда я уже все подписала. Попросила в кредит 70 тысяч и навязали услуг на все 80, рассказывает красноярка Светлана. Женщина говорит, срочно потребовались деньги и за несколько часов пришлось брать кредит. Банк выбрала проверенный и зарплатный, в договор спешки не вчитывалось. А когда пришла домой, поняла, в графе сумма значится лишние 10 тысяч рублей. Сказали, это вот страховка будет. Не спрашивая, хочу я эту страховку, не хочу. Я говорю, я могу отказаться, нет. Я поехала когда туда на следующий день или через день туда и сказала, что я имею право отказаться от этой страховки, мне сказали. А у нас нет денег. Все деньги страховой компании, звоните туда. Все. Даже не предложили написать заявление или еще что-то. И такие случаи нередко страховку сейчас предлагают грамотно, если она есть, процент по кредиту ниже. Реклама пестрят предложениями от разных банков о низких процентных ставках и выгодных условиях кредитования. Но только со всеми доплатами за жизнь, здоровье и другие блага сумма возрастает в разы. А если страховку вы не хотите, кредиты вовсе могут не дать. Ведь отказ без объяснения причин – право любого кредитного учреждения. И не сообщить о страховке вам в банке тоже могут легко. Зачитывать все положения договора вам не обязаны. Вся ли информация о финансовой услуге, в данном случае о кредите, предоставлена. И по большому счету в договоре все должно быть прописано. Если все это просчитано и, условно говоря, общая стоимость финансовой услуги гражданину, условно говоря, установлена и понятна, все, значит, условие согласовано. Если гражданин не прочитал или, по его слову, не расслышал, это проблема гражданина. И сейчас мы упираемся в другую проблему – проблему финансовой грамотности. Сперва гражданин подписывает, что не попали, не читая, а потом начинает думать, зачем я это подписал. Банки просто пользуются данной ситуацией, зарабатывают дополнительный профит сегодня. Им, видимо, денег все мало и мало и мало. Зато придумали банки, как заработать много на малом бизнесе. Так, рассказывает предприниматель Константин Сенченко, перевести средства со счета компании, наличной или снять купюры с того же счета в банкомате сейчас грозит немалой комиссии. К примеру, от миллиона банки вполне могут оставить себе до 100 тысяч рублей или совсем заблокировать счета. Просто потому, что операция для банка сомнительна и нетипична. Если вам заняли деньги, ваши родственники перечислили своего личного счета официально в банке, на ваш банковский счет предпринимателя, то потом, когда вы попытаетесь деньги вернуть обратно своим родственникам, банк вас может взять до 10%. Но это же ненормально. Парадокс в том, что такая комиссия для индивидуальных предпринимателей законна. Банки ссылаются на федеральный закон 115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Цель его не дать предпринимателям проводить сомнительные операции с наличными. Для этого и назначается комиссия. Если банк откажется соблюдать законодательство, он может потерять лицензию. Зато лицензию за безмерно завышенную комиссию банк не потеряет. Этим и пользуются кредитные организации, говорит экс-директор банка Ирина Антипина. Центральный банк, ссылаясь на этот закон, заставляет банки ставить заградительные тарифы. Дело в том, что они не дифференцированы. Вот, допустим, сделали они за снятие наличности 10%, значит, они со всех будут индивидуальных предпринимателей брать 10%. Это чисто политика банка. Какой он сочтет возможную комиссию, такой он устанавливает. Как назначается размер комиссии, мы попытались выяснить у банков. Запросы подали сразу в несколько учреждений, но практически во всех нам рекомендовали обратиться к их коллегам. Основная проблема, говорят финансовые эксперты, в том, что существующие законы банкам позволяют обходить все ограничения. Сказывается это как на юридических, так и на физических лицах. Для банков, конечно, продажа страховых продуктов – это дополнительный доход. Банк не имеет права вам навязывать эту страховку. Другой вопрос, что я прекрасно понимаю, что действительно чаще всего в банке вам намекают, например, прозрачно о том, что если вы страховку не оформите, к сожалению, кредит, скорее всего, вам не одобрят. Тем, что в законе есть несовершенство и пользуются банки, выставляют комиссии и навязывают услуги. Это приводит к тому, что малый бизнес с рынка уходит, а физические лица перестают брать кредиты с десятком дополнительных услуг. И пока доказать, что вы отдали банку больше, чем нужно, или что вам навязали услугу или страховку, можно только через долгие судебные процессы. Алена Крашенинников, Сергей Малафеев, Александр Тропин. Воскресные новости.